всем привет с вами елена и у нас с вами пустые баночки смотрите сколько у меня набралось сейчас буду без разбора по порядку доставать и рассказывать что к чему потому что сортировать это еще полдня уйдет ну давайте приступим итак начну вот с этих коробочек подальше сделаю значит это шоколад шоколад классический да ну оригинальный скажем так марсианка оригинальная не из фикс прайса вот эту кокосовую нам подарили кокосовый пудинг а вот эту мы купили в подарок но по ошибке оставили и у себя а потом она уже была не нужна вот в общем что могу сказать очень вкусные прям я поразилась что конфеты действительно качественные действительно очень вкусные просто обалденные они щелкаются как как орешки и очень хороший достойный шоколад достойный подарок я не встречала таких сейчас они практически везде продаются мне очень понравились хочу еще другие варианты попробовать вот но кокосовый естественно это моя любовь потому что кокос я люблю в любом формате вот так что очень достойный шоколад поставим его на задний план я извиняюсь заранее буду трясти камеру потому что не могу поставить ее с таймя поэтому держу ее перед собой значит вот такой любимчик закончился пань палочки зерновые для грызунов медово-яичные ну одной свинки понравились другой не понравились вообще палочки это как лакомство то есть часто я не даю одна палочка в месяц наверное как я уж говорил у одного у нас свина аллергия на всякую такую еду зерновую поэтому ему вообще противопоказано а вот другого другая свинка ест и в принципе ей нравится но не сказать что прям очень нравится вот эти именно яичные медовые яичные почему-то не очень пошли то есть ну как то она очень медленно обычно быстро обгрызают эту палку а тут она ее держала где-то неделю наверное никак не могла доесть вот такая палочка дальше у меня идет вот такой вот лак для волос ставт конкретно этот не могу посоветовать нет как как фиксатор до хороший но именно вот этот флакон у него ломается внутри какой-то механизм и несмотря на то что там еще достаточно много мы им уже не пользуемся потому что он сломался этот механизм вот и это уже не первый раз то есть мы проверяли так сказать это на практике уже не один раз так еда пошла очень хочу посоветовать вам вот эту пастилу домашнюю брали ее в магазине верный стоила она где-то рублей наверно 35 обалденная просто я вообще не любитель таких вещей но вот эта пастила я готова была съесть целый ящик просто тает во рту и вкус такой нежный и сама она не засохшая как вот обычно она прям вот ну тает во рту просто обалденная если когда-нибудь где-нибудь увидите вот именно эту здесь производитель вот Костромская область в общем очень советую просто просто обалденная так дальше дальше у нас еда обещала я вам свое мнение по тунцу значит вот этот вот тунец натуральный фишхаус он идет куском и мне он не очень понравился он сухой мясо конечно ну рыбного мяса да много бульона мало но сам тунец сухой так что не советую я тоже уже много всяких тунцов перепробовала это не самый лучший затем был вот такой тунец морской котик брала его первый раз он дороже в полтора раза чем фиш вот как как вам повернуть вот мне понравился он тем что он измельченный и вполне подходит для закуски или для салата то есть уже не нужно его мять он уже в перемешку с соусом там с собственным собственном соку в котором он варился вот так что вот этот в принципе неплохой по сухости не могу определить потому что он не кусковой это сложно определить но средний то есть не могу сказать понравился или нет что-то среднее так дальше брала был вот такой вот рукав у меня поклан по моему мы его покупали в фикс прайсе мне не понравился полиэтилен вот этот рвется постоянно то есть фиксаторов не хватает то есть у меня осталось где-то сантиметров 60 а фиксаторов нету вот так что рукав не самый лучший плохого качества так дальше вот эту зубную пасту которую тоже я брала в фикс прайсе я делала обзор покупок рассказывала там что я долго ее выбирала и знаете не надо было брать просто ужасная паста это просто пена которой вы чистите зубы эффекта никакого не лечебного не ароматического никакого эффекта нету все равно что я мыла намылила на зубы и вот ну в общем гадость зря потраченные деньги вот так еще одни палочки для свинок вот такие султан эти понравились больше они немножко другого формата те были квадратного сечения эти круглого сечения и они более жесткие те более рассыпчатые какие-то здесь вот травяные они с овощами а те зерновые но вот эти понравились больше как-то съелись моментально очень хорошие и в принципе фирма хорошая могу посоветовать вот такая упаковка если у кого свинки приобретайте достойная вещь так закончилась у нас с алисой вот такая вот жидкость для полости рта это для удаления неприятного запаха не могу сказать понравилось или нет можно сказать что она особо ничего не делала может быть она настолько хорошо делала что я ничего не заметила не знаю но по расходованию могу сказать что она добавляется в воду и кошка должна пить эту воду и вроде как так какой-то эффект она не пила эту воду то есть жидкость вроде как не имеет запаха не имеет вкуса но алиса вот обычную воду пила а воду с этой штукой не особо хорошо поэтому не понравился и в принципе как-то эффекта тоже я не заметила в общем-то по непонятная штука такая ну вот она наконец закончилась можно ее выкинуть посоветовать не могу я брала в зоо аптеке мне ее посоветовал там местный как-то называть фармацевт зоотехник но она одна из таких ну не самая дешевая она стоила где-то в районе 200 рублей но не самая лучшая видимо так закончилась у меня такая паста сплат лечебные травы очень понравилось идеально подходит тем у кого например кровоточивость десен она как бы освежает и тонизирует что ли именно полость рта в область десен то есть она работает на десны ну а зубы просто освежает дыхание но мне понравилось моментально она срабатывает если кровоточат десны она сразу оказывает воздействие и буквально на второе уже применение у вас ничего не течет очень хорошая вообще эту фирму очень люблю брала алиски вот этот вот корм но этот паштет шермур вообще он довольно дорогой я впервые такой корм видела он в металлических коробочках таких металлизированных небольших называется вот так шермур премиум этот был с курицей как они пишут тут свыше 80 процентов мяса в принципе ей понравилось но целой коробки ей много а после того как откроешь он же уже как бы воздух туда попал то есть первый раз наложили она съела второй раз она уже начала носом водить что типа что мне вчерашний корм даете вот ну то есть он уже заветрился запах вышел то есть очень большая упаковка ну а так в принципе понравился то есть если допустим у вас 2 кошки или 2 кота то вполне можно пополам разделить вот но стоил он по моему без скидки в районе 80 рублей я брала его со скидкой я уже не помню со сколько за 39 или за 29 вот такое жидкое мыло закончилось так значит что могу сказать в начале очень вот это мне понравилось вот этот дозатор в начале он очень хорошо выдавливался прям очень многое выдавливался через чур то есть он прям напор хороший под конец выдавливалась меньше чем я рассчитывала вот но в целом могу сказать что запах приятный вот тут олива и увлажняющее молочко насчет увлажнения не могу ничего сказать но мыло как мыло не сушит то что увлажняет я особо не заметила через чур не сушит то есть у меня и так сухая кожа но особого увлажнения я не заметила запах приятный дозатор вот дозатор мне понравился но вот в начале его слишком много выдавливалось а под конец уже практически не было напора но как-то он плохо оттуда его извлекал этот это мыло так